В последние недели политическая сцена России сотрясается от слухов и неожиданно громких событий. Одной из самых обсуждаемых тем стал вопрос о распуске Государственной Думы, института, который многие воспринимали как незыблемый столб российской власти. Однако неожиданное поведение Андрея Белоусова, действующего министра обороны, посеял беспокойство среди депутатов и политических аналитиков. Может ли Белоусов на самом деле намереваться распустить Госдуму? И если это правда, какие последствия ждут страну? Перемены, о которых не говорили вслух. В кулуарах политических кругов давно шли разговоры о том, что Белоусов недоволен работой депутатов Государственной Думы. Он неоднократно высказывался о необходимости обновления и реформирования государственной системы, чтобы она соответствовала современным вызовам и угрозам. Но недавние события заставили многих задуматься о том, что за закрытыми дверями идет подготовка к более радикальным изменениям, чем все могли предположить. Белоусов, который уже успел зарекомендовать себя как твердый и решительный политик, сделал несколько заявлений о том, что стране необходимо новое поколение лидеров, способных быстро реагировать на угрозы и быть ближе к народу. Однако никто и представить не мог, что эти слова могут быть предвестниками распуска одного из главных законодательных органов страны. Недовольство в Госдуме слухи о возможном распуске Госдумы мгновенно вызвали волну паники среди депутатов. Многие из них осознали, что их позиции могут оказаться под угрозой и начали предпринимать шаги, чтобы сохранить свои места. Были даже попытки организовать коллективные обращения к президенту с просьбой разобраться в ситуации и предотвратить распад Думы. Но оказалось, что Белоусов не собирается останавливаться и действует по плану, о котором знает лишь узкий круг людей. Некоторые депутаты уже заявили, что если Белоусов продолжит продвигать свои реформы, они будут вынуждены уйти в отставку, не дожидаясь распуска. Они считают, что новая система управления может оставить без внимания ключевые аспекты демократии и опасаются, что это приведет к централизованной власти в руках ограниченного числа людей. Скрытые реформы. Одна из самых интересных деталей заключается в том, что все эти изменения происходят без активного обсуждения в СМИ. Белоусов действовал крайне осторожно, предлагая реформы под другими предлогами и не называя вещи своими именами. Формально речь шла о повышении эффективности государственной системы, но сейчас становится понятно, что за этими заявлениями скрывались более масштабные планы. Некоторые политологи полагают, что Белоусов действует по заранее разработанной стратегии, которая включает постепенное изменение структуры власти в стране. Он стремится к тому, чтобы сделать государственную машину более гибкой, устранив лишние звенья, такие как Госдума, которые, по его мнению, лишь тормозят процессы принятия решений. Поддержка общественности. Интересно отметить, что большая часть населения России поддерживает действия Белоусова. Многие считают, что депутаты Госдумы давно утратили связь с реальностью и работают только на свои интересы, а не на благо народа. В социальных сетях можно встретить множество комментариев с одобрением возможного распуска Госдумы и надеждами на кардинальные изменения в политической системе. Давно пора было навести порядок в правительстве. «Белоусов молодец, он не боится принимать сложные решения», пишет Торстов. «Что-то ователи. Если Госдуму распустят, значит так и нужно. Все равно от них никакой пользы», выражает свое мнение другой комментатор. «Эта волна поддержки показывает, что общество устало от политиков, которые занимаются лишь собственными делами и хочет видеть у руля тех, кто готов действовать быстро и эффективно». Возможные последствия «Если Белоусов действительно распустит Госдуму, это приведет к беспрецедентным изменениям в российской политической системе. Прежде всего, это создаст прецедент, который покажет, что даже высшие законодательные органы могут быть подвержены реформам». Возникнут вопросы о том, кто займет место депутатов, каким образом будут приниматься законы и как это повлияет на будущее политическое устройство страны. Некоторые эксперты считают, что «Белоусов» может предложить систему, где большая часть решений будет приниматься напрямую исполнительной властью, что ускорит процесс и уменьшит влияние бюрократии. Однако это также может вызвать опасения по поводу концентрации власти в руках небольшого числа людей. Мнение оппозиции. Естественно, не все восприняли возможный распуск Госдумы с энтузиазмом. Представители оппозиционных партий уже выразили свою обеспокоенность тем, что это событие может стать первым шагом к ликвидации демократических институтов в стране. Они считают, что после распуска Государственной Думы «Белоусов» и его союзники смогут навязать стране любые реформы, не считаясь с мнением народа. По мере развития ситуации с возможным распуском Государственной Думы события стали развиваться еще стремительнее. Информационное поле буквально взрывается комментариями экспертов, аналитиков и простых граждан. Тем временем действия Андрея Белоусова привлекают внимание не только внутри страны, но и за ее пределами. Западные СМИ активно обсуждают ситуацию, предполагая, что за этим решением может скрываться нечто большее, чем простая реформа Государственного управления. Реакция международного сообщества. Западные политологи и аналитики начинают выдвигать свои версии происходящего. По их мнению, действия Белоусова могут стать началом глубоких изменений не только в структуре российского правительства, но и в подходе страны к международной политике. Европейские и американские СМИ предполагают, что распуск Государственной Думы может усилить власть исполнительной власти и увеличить влияние силовых структур на принятие решений. «Если Белоусов всё-таки распустит Государственную Думу, это может стать сигналом для международного сообщества, что Россия будет ещё более решительно отстаивать свои интересы на мировой арене», говорит один из аналитиков крупного западного издания. «Это может стать предвестником более жёсткой внешней политики, что заставит Запад пересмотреть свои отношения с Москвой». Тем не менее, большинство зарубежных обозревателей признают, что на данный момент ситуация остаётся слишком неопределённой, чтобы делать точные прогнозы. Но один факт остаётся неоспоримым. Внимание к России и действиям её руководства резко возросло. Внутренние перестановки – первые шаги к реформам. На фоне слухов о распуске Государственной Думы в правительственных кругах начались явные перемены. Источники сообщают, что «Белоусов» уже подготовил список предложений, направленных на реформирование государственной системы. И среди них может быть как упрощение процедуры принятия законов, так и усиление роли правоохранительных органов. Некоторые эксперты считают, что в случае распуска Госдумы её функции могут быть частично переданы Совету Федерации, который будет принимать ключевые решения вместе с Кабинетом министров. Другие предполагают, что «Белоусов» намерен создать новый орган власти, более эффективный и современный, который будет отвечать требованиям времени и реагировать на вызовы безопасности. Недовольство и протесты Несмотря на широкую поддержку реформ среди граждан, не все восприняли их с энтузиазмом. В крупных городах начались акции протеста, организованные оппозиционными партиями. Протестующие выражают своё недовольство действиями «Белоусова», заявляя, что это попытка сосредоточить власть в руках узкого круга лиц и разрушить демократические институты. «Мы не можем допустить, чтобы единоличное правление заменило систему сдержек и противовесов, которую представляет собой Государственная Дума», заявил один из лидеров оппозиции на митинге в Москве. «Граждане России имеют право на то, чтобы их интересы представляли избранные ими представители, а не группа технократов и власть имущих». «Пока протесты не приобрели массового характера, но если ситуация с распуском Государственной Думы будет развиваться дальше, они могут усилиться», считают политологи. Правительство пока официально не комментирует протесты, но многие ожидают, что Белоусов попытается разрешить ситуацию мирным путём. Белоусов готовится к выступлению. Важным моментом в развитии событий станет выступление Андрея Белоусова перед народом. Этого события ждут с большим нетерпением, так как все надеются услышать от него объяснение по поводу происходящих событий. Некоторые эксперты предполагают, что Белоусов намеренно создаёт напряжение, чтобы подготовить почву для масштабных реформ, и его выступление должно прояснить дальнейшие шаги. Впрочем, не исключено, что Белоусов вообще не станет напрямую упоминать о распуске Государственной Думы, а сосредоточится на необходимости модернизации государственной системы и укреплении национальной безопасности. Тем не менее, каждое его слово будет тщательно анализироваться как в России, так и за рубежом. Будущее российской политики Независимо от того, чем закончится эта ситуация, одно можно сказать точно. Российская политическая система находится на переломном этапе. Вопросы о том, как будет функционировать правительство в ближайшем будущем, становятся одной из центральных тем для обсуждения. Одни видят в действиях Белоусова способ обновления и укрепления государства. Другие опасаются усиления авторитаризма и ослабления демократических институтов. Ясно одно. Россия стоит на пороге больших перемен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова